МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет! Вы смотрите Дело молодое. Из этой программы вы ничего не узнаете о пенсионном фонде и ветеранах производства. Программа посвящена исключительно молодежи Трёхгорного. Сейчас для многих такое время поступления в Институт выбор будущей профессии. Предлагаю посмотреть на тех, кто в эти дни институт заканчивает. Защита диплома – это, знаете ли, целое дело. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У нас защищалось две группы дневного отделения и одна группа вечернего отделения. Ввиду того, что у нас достаточно... То есть, должно было бы защищаться по плану приема 75 человек. На самом деле у нас защищается всего 52 человека. Почему? Ну, потому что мы очень следим за качеством подготовки наших студентов. И если человек, к сожалению, иногда не хочет или не может учиться, то мы предлагаем либо уйти к нам в техникум, допустим, либо прийти в другой какой-то вуз. Но заканчивают его только те, кто действительно хорошо подготовлен. Это обусловлено одной единственной целью. Практически все наши выпускники трудоустраиваются по своей специальности в основном на приборостроительный завод, либо на технические предприятия нашего города. И поэтому, естественно, я не хочу, чтобы меня руководитель какого-то предприятия задал такой поскольку подготовил. Я хочу, чтобы наши выпускники, приходя на работу, они достойно, достойно отстаивали тот диплом Московского инженерно-физического института, который они им дают. Самая главная новость такая, что мы продолжаем готовить на бесплатном основе. И план приема у нас не изменен. Несмотря на то, что по всей Российской Федерации во всех вузах уменьшили где-то на 10-12% план приема, у нас, как мы принимали 75 человек на дневное отделение по трем техническим специальностям и 25 человек на вечернее отделение, так у нас все это осталось. Вот это первое очень хорошее известие, которое мы получили из Москвы. Следующее что? Следующее заключается в том, что с нового учебного года мы имеем договоренность с Московским государственным технологическим институтом Станкином о том, что наши студенты по специальности технологии машиностроения или по специальности приборостроения могут выполнять дипломные проекты в Москве и проходить там предварительную защиту. Но окончательную защиту дипломных проектов будет у нас в институте. Ну, я думаю, что это очень повысит уровень подготовки. Это привлечет и должно привлечь в наш институт тех, кто действительно хочет получить очень хорошую квалифицированную подготовку в институте. А второе связано с тем, что в нашем городе открылось представительство Челябинского государственного университета, которое будет осуществлять фактически руководство подготовкой по заочной форме обучения для желающих получить либо второе высшее образование, либо высшую ступень этого же высшего профессионального образования. Для наших студентов конкретно это будет означать следующее. Студент, который поступает к нам в институт на любую специальность после третьего курса, может одновременно обучаться по либо одной из экономических специальностей, ну, это просто, допустим, экономика на промышленных предприятиях, бог учет и аудит, значит, просто бог учет, либо по специальностям банковское дело, по специальностям управленческим, то есть менеджмент, они могут получать второе высшее образование параллельно вместе с нашим образованием. И поэтому через три года, это по ускоренной программе, с учетом или с перезачетом всех тех дисциплин, которые они проходили на наших первых трех курсах, они, значит, после пяти лет обучения в нашем институте, они защищают диплом инженера, допустим, по технологии машиностроения, а еще через год они будут защищать диплом по, допустим, экономической или управленческой специальности. То есть это тоже, я считаю, в настоящее время очень хорошо и очень важно, потому что если человек не просто хочет быть хорошим инженером, это очень прекрасно, но он со временем хочет быть руководителем, отделом, группы, цехом, то ему, конечно, в настоящее время нужно еще знать экономику. И вот эту экономику по новым компьютерным технологиям, по дистанционному обучению он может получить, не выходя из стен нашего здания. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дети – цветы жизни, а студент – это диагноз. Интересно, что заставляет отдельных представителей студенчества тратить долгожданные летние каникулы на детский лагерь? Все эти игры, отрядные мероприятия, видимо, с детством так просто не прощаются. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз выезжаете на лагерь вообще? Да, первый. А еще бы хотелось? Да, ну, наверное, скорее всего, поеду на следующую смену. Понравился тут поеду еще раз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще было классно такое. Много чему научились. Много чему научились. У солдатов всякие гранаты кидать. Ну, вот так вот как вообще день проходит? Тоже день что-то интересное? Да. Не бывает такого дня, чтобы мы просто так сидели в палатах и ничего не занимались. Вот. Вообще интересно всякие разные эстафеты проходят, разные мероприятия каждый день. Сами вот, ну, что-то готовим, что-то, ну, какие-нибудь сценки, выступления. Дискотеки. А что больше всего от этого помню? О, это индейский питатель. Да. Ну, по типу зорница такая, игра тоже. Ну, как вам с вожатыми легко общаться? Да. Особенно с Костей, да, что мы... Вообще классный вожатый. Не, нам повезло, мне кажется, с вожатым. У некоторых так даже некоторых нет, ну, у некоторых нет вожатых, но у некоторых отрядов. Вот. Это нам повезло. С Костей, он такой прикольный вообще с нами, ну, общается, так это может найти к нам подход грамотный. Расскажите, зачем вы сюда пришли? Ну, у меня, как бы, такая специальная, чтобы я должен был, как бы, работать с детьми. Учусь я в юргу на спортивном факультете, и поэтому, как бы, практика с работой с детьми, узнать, там, их психологию, как легче с ними работать, вот, как бы, с этой целью, это самая, как бы, большая цель. Найти новых знакомых среди детей, там, интересно с ними, они маленькие, с ними интереснее. А вам интересны детьми? Да, мне очень интересно работать с детьми, поэтому я сюда и приехала. А что-нибудь придумываете сами, наверное, для них какие-то... Да, мы помогаем им участвовать в мероприятиях. Различные сценки, там, песни, там, выдумываем девизы, отрядные песни. Вот. Как бы, в этом сегодня, ну, как бы, тема этого лагеря, жизнь на 5 с плюсом на данный момент. Вот, как бы, стараемся жить на 5 с плюсом вместе с детьми. А легко вообще с детьми общаться или трудно? Ну, с разными. К ним нужен разный подход, индивидуальный, каждому. Мне легко общаться. Ну, находите, так? Это общий язык. Вам нравится вообще вот? Да. Стоит так проводить свое лето? Конечно. Я думаю, тоже. Я даже рад, потому что сейчас в городе нет развлечений для молодежи. А с детьми легче и намного веселее здесь, чем в городе. Вот оно какое наше лето, Лето яркой зеленью одето, Лето жахким солнышком согрето. Мы идуем за раму, тема холодое! В детстве вы играли в войну во дворе, теперь стреляете в компьютерных монстров. Почему бы не совместить? Летом главное не скучать. Свежий воздух, небольшая физическая нагрузка плюс продуманный военный сценарий. Получаем пейнтбол. Жизнь в ярких красках. Продолжение следует... Пейнтбол это развлечение, отдых. Война, войнушка для взрослых. То есть кто для себя как выберет это. Вообще это спорт, очень развитый за границей. У нас в России тоже развивается хорошо этот спорт. Команды играют, чемпионаты мира проводятся по этому пейнтболу. В данном случае это развлечение, отдых активный. А вот вы лично для себя, почему вы выбираете его? Ну не знаю, нравится. Что это дает? До отдыха стреляешь, отдыхаешь, нервное напряжение снимается, все. Маркер называется фейнтбольный. Не пистолет, не автомат, маркер. Собирается просто очень. Как ствол, накручивается. Фидер, это куда шары засыпают. Вообще стреляет маркер. И баллон с воздухом. Все, готов маркер. В игре. Здесь есть предохранитель. Вот кнопочка. Предохранители снимаются и все, маркер готов к стрельбе. Одно нажатие, один выстрел автоматического огня не ведет. Сюда засыпаются шары, закрывается фидер. И все, можно воевать. Шары стоят в желатиновой оболочке, внутри пищевой краситель. В принципе они жестковаты. Колются очень хорошо, когда попадают. Из защиты выдается маска. Голову защищается. И комбинезон. Перчатки и комбинезоны. Выдают, что у нас вот такие вот краски. Абсолютно безвредные. Краска пищевая, то есть торты, которые добавляют. Абсолютно безвредно все. Но больновато маленько. Попадает когда. Правило как бы основное. Здесь захват флага. Три как бы варианта игры основные. От них уже как угодно так и играется. То есть захват флага вот на базу, какую-то выбирается база, ложится флаг. Две команды с двух сторон стартуют по свисту. Нужно флаг принести на свою базу непораженному. То есть если в тебя попали, то ты там тоже варианты всякие. Или с поля уходишь, либо там садишься, либо до базы добегаешь, как бы за жизнью и обратно в игру вступаешь. Тоже кому как предлагаем, кому как нравится. Меня убили. Вот, вот, вот. Прямо в сердце попал. С 12 лет играют. С разрешения родители могут помладше. Вместе с родителями играют. Там по 9 лет играют. То есть разрешение родителей с родителями. То есть мы на городке постоянно находимся. Там перед игрой инструктаж проводим. То есть маски там нельзя снимать. Все по свистку. Дети, если играют. Девушки, то в принципе в них не стреляют. Только там по желанию. Если девушка соглашается, что полностью будет играть, то тогда ради бога она играет. Так маленькие дети бегают. Просто в родителей там стреляют они. То есть садятся за бочку. И родители там уничтожают. Тоже там. Ну вот. Инструктаж проводим. Присутствуем. При игре. То есть все. За всем следим. Много приезжают с семьями, с женами. В разные команды. В одни как бы. И там если в разных командах, то очень как бы весело наблюдать. Они там женщины, они как бы. Ну. Мужчина, что он взял. Расстрелял по-быстрому. Там попал, не попал. А женщина посидела. И потом я не важно. Свисток прозвучал или что. Она его там уже догоняет. И расстреливает там. Конкретно уже. И они такие как бы. Копят шары. И так со смыслом сразу же играют. Сначала попищат. Маленько. А потом уже. Ну тоже люди есть разные. Которые там. Хлопнул он без шара. Просто маркерами. Нет, я не пойду. Сейчас раздевается. И пошла. Ну советую играть. Отдохнете, расслабитесь, побегаете. И как бы. Эмоции наберетесь. И потом только часа два. Будет разговор о том, что кто как. Кого попал. Кто как упал. Кто как спрятался. Убежал. Вот такая вот игра. Субтитры сделал DimaTorzok Вы смотрели программу «Дело молодое». Какое оно будет – дело ваше. Не стесняйтесь, пишите и звоните к нам в редакцию. Делитесь своими мыслями. Интересные идеи и конструктивные предложения только приветствуются. Пока все. Продолжение следует.